Телеграм — одно из самых быстро растущих и крупнейших приложений для обмена сообщениями в социальных сетях, текстовых приложений в мире. Популярная во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах, но, похоже, об этой компании известно очень мало или совсем ничего. Ее штаб-квартира находится в Дубае, где мы сейчас находимся. Она управляется и принадлежит, а программное обеспечение разработано Павлом Мировым, который основал ее несколько лет назад и почти никогда не дает интервью. Оказывается, он очень интересный человек, чрезвычайно интересный человек. На днях мы узнали, что будем с ним разговаривать, и он согласился сесть и рассказать нам о себе и своей компании. И мы подумали, что это определенно стоит послушать. И на этом, Пабло, спасибо, что присоединился к нам. Ну что же, спасибо, что пригласил меня. Так вот, признаюсь, я пользовался Телеграм. Я ничего не знал ни о тебе, ни о твоей компании, и я был просто поражен твоей историей. И если ты не возражаешь, просто воссоздай ее немного для нашей аудитории, откуда ты родом. Как ты начал это и почему? Это будет долгая история. Все в порядке. Я родился в 1984 году в Советском Союзе. Так вот, это был забавный год для рождения. И тогда я мог наблюдать недостатки централизованной системы, которая была у нас в Советском Союзе. Когда мне было 4 года, моя семья переехала в Италию, где я мог сравнить то, что я видел, путешествуя по Италии, с тем, что я испытывал в Советском Союзе. И я подумал, что капиталистическая система, система свободного рынка, определенно лучше, по крайней мере, для меня. И я пошел в школу в Италии. В результате я стал своего рода частью Европы. Но потом, когда распался Советский Союз, мы решили вернуться в Россию. В Италии, однако, мы, я и мой брат, мы провели много веселого времени. Его показывали в прямом эфире по итальянскому телевидению, как юного вундеркинда, который мог решать кубические уравнения в реальном времени, когда ему было всего 10 лет. И это считалось невозможным в то время в Италии. Я не знаю, что такое кубическое уравнение, так что да, для меня это звучит сложно. Определенно. И ты знаешь, когда я впервые пошел в школу в Италии, я не знал, как говорить по-итальянски. Я не знал ни одного итальянского слова. И многие учителя говорили, что этот парень, ну, этот ребенок не добьется успеха в нашей школе. К концу первого года я был вторым лучшим. К концу следующего года я был лучшим учеником в нашем классе. Так что это также показало мне, что ну ты мог преуспеть, ты мог конкурировать. Мне это понравилось в конкурентной среде. А потом, когда мы вернулись в Россию, это было немного хаотично. Единственная причина, по которой мы вернулись, это то, что моему отцу предложили возглавить один из факультетов Санкт-Петербургского государственного университета. Он один из известных ученых и писателей, занимающихся древнеримской литературой. И этот опыт был совсем другим, и мне все еще это нравилось, потому что в России в 90-е годы были такие экспериментальные школы, где тебя всему учили. Например, у нас было шесть иностранных языков, у нас была математика очень специализированная. Шесть иностранных языков сразу? Шесть иностранных языков параллельно. У тебя была бы математика, похожая на ту, что была бы в специализированных математических школах. И как химия на том же уровне, что и в школах, специализирующихся на химии и биологии. Так что это было действительно напряженно. Мой брат, он много раз подряд становился чемпионом мира по математике, по международным олимпиадам по математике и программированию, абсолютным лучшим. Что касается меня, то я был просто лучшим учеником в своей школе. Также одержал несколько побед на местных соревнованиях в нескольких областях, но мы оба были очень увлечены кодированием и проектированием. А поскольку мы привезли этот компьютер IBM PCX из Италии еще в начале 90-х, мы были одной из немногих семей в России, которые действительно могли научить себя программировать. И мы начали это делать. Я учился в университете, я создавал веб-сайты для своих сокурсников. И в результате я основал компанию, которая стала тем, что они называют Facebook России. Нам не нравится называть ее именно так, потому что на самом деле нам удалось сделать многое до появления Facebook. И это определило то, как индустрия социальных сетей развивалась в последующие годы. Название компании было VK. Я основал ее, когда мне был 21 год. Я только что закончил университет. И в конечном итоге это стало крупнейшей социальной сетью, самой популярной социальной сетью в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и целом ряде других постсоветских стран. Это потребовало значительных усилий с моей стороны, потому что в определенный момент я был единственным сотрудником компании. Я сам писал код, сам занимался дизайном, сам управлял серверами. Это было довольно напряженно. Я даже отвечал на запросы в службу поддержки клиентов. Я почти не спал, но это было веселое время, когда мне было 21-22 года. А потом компания выросла, как я уже говорил, где-то до 100 миллионов активных пользователей, что по тем временам было очень много. Я думаю, это был 2012 или 2011 год, когда мы столкнулись с нашими первыми проблемами в России. Потому что, видите ли, я все еще был большим сторонником этих ценностей свободного рынка, свобод, свободы слова, свободы собраний. Так вот, когда российская оппозиция начала использовать ВК для организации крупных протестов в России, где почти полмиллиона человек выходили и протестовали на главной площади или на некоторых из главных площадей города. Правительство попросило нас закрыть эти сообщества в ВК, и я отказался. Так что правительство попросило вас прекратить общение между их оппонентами. Ну, ВК это платформа социальных сетей, поэтому у них есть эти большие публичные сообщества, к которым может присоединиться любой желающий. Любой может прочитать, что обсуждают люди или что публикуют администраторы. Они могут комментировать, они могут делиться. Так что это был инструмент для самоорганизации этих протестующих. Тогда речь не шла о том, чтобы мы встали на сторону одной или другой части политической борьбы. Мы защищали свободу слова и свободу собраний, что, по нашему мнению, было правильным. Но это не очень понравилось правительству, и я бы сказал, что они были не слишком довольны этим. А через несколько лет после этого, в 2013 году, у нас была похожая ситуация, когда, знаете ли, у вас были эти протесты в Украине, где люди снова использовали ВК для самоорганизации и выходили на главную площадь города, чтобы выразить свое несогласие с правительством. Да. И мы получили запрос от российской стороны, в котором говорилось, что вы должны предоставить нам личные данные организаторов этого протеста. И наш ответ был таков, подождите, подождите минутку, это другая страна, мы не предадим наших украинских пользователей, потому что вы попросили нас об этом. Мы решили отказаться, и это тоже не слишком хорошо восприняли в российском правительстве. Так что в конце того года мне пришлось принять трудные решения, потому что мне предложили выбор между двумя неоптимальными вариантами. Один из них заключался в том, что я начал бы выполнять то, что мне сказали сделать лидеры страны. Другой состоял в том, что я мог бы продать свою долю в компании, уйти в отставку с поста генерального директора и уехать из страны. Я выбрал последнее. Если бы я мог просто попросить вас сделать паузу, это немного странно, потому что я слышал, как люди говорят, что Телеграм является частью российского правительства. И ты описываешь противоположное. Ты говоришь, что тебе пришлось уехать из страны, потому что ты не стал бы выполнять их требования. Ну, именно так, как ты и говоришь, люди, которые имеют очень ограниченное представление о том, откуда появился Телеграм, могли бы делать такие заявления. Их могли поощрять наши конкуренты, которые видят в этом простой способ дискредитировать нас, потому что Телеграм распространяется как лесной пожар. Два с половиной миллиона пользователей регистрируются каждый день, и мы представляем собой своего рода угрозу. Так что я не удивлен, что существует такое восприятие. Потому что наши конкуренты тратят десятки миллиардов на маркетинг и известны тем, что используют пиар-фирмы, чтобы также участвовать в подобных кампаниях. Итак. Сколько вы тратите на маркетинг? Ноль. Ноль долларов в долларах? Ноль долларов. Мы никогда ничего не тратили на привлечение пользователей в маркетинговых целях. Мы никогда никоим образом не продвигали Телеграм на других социальных платформах. Это приложение сильно отличается от других приложений. Вы могли видеть, как их продвигают то тут, то там. Телеграм — это совсем другое дело. Весь наш рост происходит исключительно органично. И мы достигли почти 900 миллионов пользователей, не тратя ничего на рекламу для продвижения Телеграм. Это потрясающе. Прости, что прерываю тебя. Нет. Нет, это просто интересно. Потому что я слышал, как люди так говорят, но это звучит как полная противоположность истине. Итак, ты решил продать кампанию, уйти с поста генерального директора и уехать из своей страны. Да, именно это я и сделал. Это было немного болезненно, потому что, очевидно, моя первая кампания была моим детищем. Я сам создавал свои вещи. В эту платформу было вложено много творчества, времени и усилий. Но в то же время я понимал, что предпочел бы быть свободным. Я бы хотел подчиняться приказам кого угодно. И я оставил позади, вероятно, комфортную жизнь. Но для меня никогда не было целью стать богатым. Для меня все в жизни сводилось к тому, чтобы стать свободным. И насколько это возможно, моя миссия в жизни заключалась в том, чтобы позволить другим людям тоже стать свободными в некотором смысле. Я надеялся, что с помощью платформ, которые создали мы или я, они смогут выразить свою свободу. В этом заключается миссия Telegram, и отчасти это было миссией моей предыдущей компании BK. Мы хотели прервать это интервью всего на минуту, чтобы кое-что прояснить. Когда российское правительство попросило Павла Дурова использовать его кампанию в социальных сетях для цензуры своих политических оппонентов, он отказался. Он сказал, что скорее уволится и уедет из страны, в которой родился, чем примет участие в чем-то подобном. Такова была его приверженность свободе слова. Теперь вам нужно сравнить то, что он сделал, то, что сделал Павел Дуров, с тем, что сделал Марк Цукерберг или Прага Огарвал. Парень, который управлял Твиттером до того, как его купил Илон Маск. Оба они сотрудничали с правительствами, чтобы подвергать людей цензуре, и это постыдно. Поэтому мы верим Павлу, когда он говорит, что его приложение, Telegram, станет бастионом свободы слова, потому что так оно и было. И мы верим ему, потому что он показал, насколько он предан этому делу. Поэтому мы решили, что с гордостью запустим наш собственный Телеграм-канал, чтобы предоставить еще один способ донести до людей наш контент без цензуры. Поэтому, если вы пользуетесь Телеграм, мы просим вас подписаться на наш новый канал, выполнив поиск по имени пользователя, указанному ниже. Для нас большая честь делать это. Мы вернемся к нашему разговору с Павлом Дуровым. Так ты начал пользоваться Телеграм после того, как уехал из России, верно? Да. Идея создания Телеграм возникла у нас, когда мы еще жили в России, потому что в какой-то момент у нас возникла очень напряженная ситуация, когда вооруженные полицейские приходили ко мне домой, пытались вломиться, потому что я отказывался закрывать эти оппозиционные группы, о которых я упоминал ранее. И я понял, что у меня нет безопасных средств связи. Я понял, что хочу рассказать своему брату о том, что происходит, чтобы скоординировать то, что мы хотим сделать. И все средства связи, которые я мог использовать, на самом деле не были безопасными, не были зашифрованы. Ими было небезопасно пользоваться. Так что я подумал, что это может быть хорошая идея, действительно придумать прилично зашифрованное приложение для обмена сообщениями. А мой брат, будучи гением, каким он и является, смог создать этот стандарт шифрования, который мы используем по сей день с незначительными изменениями. Но идея пришла. Твой брат написал программу шифрования? Да. Ну, у моего брата было две докторские степени по математике. Он был очень умен. Он эксперт в области криптографии. Он разработал основные принципы шифрования Telegram. Я больше занимался пользовательским интерфейсом, тем, как работает приложение, его функциями и так далее. Он отвечал за сторону шифрования. Так куда же вы отправились, когда покинули Россию? Мы побывали в нескольких местах. Сначала мы отправились в Берлин. Мы пытались основать компанию в Берлине. Затем мы попробовали Лондон, Сингапур, Сан-Франциско, куда угодно, мы побывали везде. И... Почему вы не остались ни в одном из этих мест? О, потому что бюрократические препоны были просто слишком сложны для преодоления. Ты же знаешь, я привозил лучших программистов в мире в эти места и пытался нанять их из местной компании, и в ответ я получал в таких местах, как Германия, например, что-то вроде нет. Нет, нет, вы не можете нанимать людей из-за пределов Европейского Союза, потому что сначала вы должны дать несколько объявлений в газетах и местных журналах или что-то в этом роде. А затем в течение шести месяцев никто не отвечает из инженеров, доступных внутри Европейского Союза и Германии, а затем вам разрешается как бы нанимать аутсайдеров. И я подумал, что это была безумная идея, потому что... Почему бы тебе просто не сказать, что они были неграмотными беженцами? Ну, потому что мы не считали себя беженцами. Мы были, знаешь ли, очень успешными людьми. Мы могли бы уехать куда угодно. Нет, но если бы вы сказали им, что вы неграмотные беженцы, они позволили бы вам остаться. Да. Итак, ты едешь из Германии в Сингапур, в Лондон, в Сан-Франциско. Что произошло в Сан-Франциско? В Сан-Франциско мы действительно думали, что это то место, где мы должны быть, потому что там находятся все технологические компании. Конечно. Там или в окрестностях Сан-Франциско. И произошло две вещи, которые заставили нас задуматься. Ну, во-первых, это довольно очевидно. Я был в Сан-Франциско. На меня напали на улице после посещения. Я думаю, это был Джек Дорси в Твиттере в офисе Твиттера. И я возвращался пешком в восемь вечера в свой отель, и на меня напали на улице. Это единственная страна, где на меня напали на улице. Что случилось? Просто трое здоровенных парней попытались выхватить у меня из рук телефон. Я писал в Твиттере о том, что только что встретил основателя Твиттера. Это казалось мне правильной идеей в то время. И на меня напали. Я не хотел отдавать им свой телефон. Они, наверное, не ожидали сопротивления. Так что я выхватил свой телефон обратно. Произошла короткая драка с этими ребятами. Там было немного крови. Но мне удалось убежать, и я решил, что, наверное, мне следует. Они, наверное, не часто грабят русских. Возможно, они были удивлены. Ну, они были намного выше меня, должен признать. И их трое. Но я думаю, что я оказал им хорошее сопротивление. Ты был удивлен, что это произошло в Сан-Франциско? Совершенно. Да. Это был шок для меня, потому что я много путешествовал. Это было первое место, где на меня напали. И я подумал, хорошо, может быть, нам не стоит смотреть на Сан-Франциско. Может быть, есть другие места в Америке. Где? На тебя никто не нападал. Да, именно так. Но ты знаешь, есть еще вторая часть, которая, вероятно, была более тревожной там, в США. Мы привлекли слишком много внимания со стороны ФБР, служб безопасности, куда бы мы ни приезжали в США. Так вот, приведу тебе пример, в последний раз, когда я был в США, я привез с собой инженера, который работает в Телеграм. И там была попытка тайно нанять моего инженера за моей спиной, сотрудниками службы безопасности или агентами, где бы они ни назывались. Правительство США должно нанять твоего инженера? Таково мое понимание. Именно это он мне и сказал. Написать для них код или взломать Телеграм? Им было любопытно узнать, какие библиотеки с открытым исходным кодом интегрированы в приложение Телеграм на стороне клиента. И они пытались убедить его использовать определенные инструменты с открытым исходным кодом, который он затем интегрировал бы в код Телеграм. Что в моем понимании послужило бы лазейками. Позволило бы правительству США шпионить за людьми, использующими Телеграм. Правительство США или, может быть, любое другое правительство, потому что лазейка есть лазейка, независимо от того, кто ее использует. Это верно. И это немного удивительно слышать. Может быть, это не удивительно, это оскорбительно. Ты уверен, что это произошло? Да. У моего инженера нет причин выдумывать истории. Еще и потому, что я лично испытал подобное давление в США. Всякий раз, когда я приезжал в США, меня встречали в аэропорту двое агентов ФБР, которые задавали мне вопросы. Однажды я завтракал примерно в 9 утра, и в мой арендованный дом заявилось ФБР. И это было довольно неожиданно. И я подумал, знаешь ли, мы привлекаем слишком много внимания здесь. Это, наверное, не самая лучшая среда для побега. С чего бы им было заставлять тебя совершать преступления? Нет. Им было интересно узнать больше о Телеграм. Они знали, что я уехал из России. Они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. И насколько я понимаю, они хотели установить с нами отношения, чтобы в некотором смысле лучше контролировать Телеграм. Я понимаю, что мы делаем их работу. Просто для нас, управляющих платформой социальных сетей, ориентированной на конфиденциальность, это, вероятно, была не самая лучшая среда. И мы хотим сосредоточиться на том, что мы делаем, а не на правительственных отношениях такого рода. Правительственные отношения. Так вот, тогда вы приехали в Уайе, в Дубай? Да. Семь лет назад мы переехали сюда. Сначала мы хотели просто попробовать это в течение полугода, посмотреть, получится ли. И оказалось, что это отличное место. Мы никогда не оглядывались назад и никогда не хотели менять Уайе ни на какое другое место после этого. Почему? Ну, по ряду причин. Во-первых, простота ведения бизнеса здесь очень высока. Например, вы можете нанимать людей из любой точки мира до тех пор, пока вы платите им хорошую зарплату, вид на жительство предоставляется автоматически. Совсем другое дело, если вы попытаетесь сделать это в Европе, в некоторых других странах, это сильно отличается от них. Во-вторых, это очень эффективно с точки зрения налогообложения. В-третьих, здесь отличная инфраструктура. Вы получаете многое при минимальном количестве налогов, которые вы платите. Дороги, аэропорты, отели, все. Я думаю, вы сами стали свидетелем этого. Да. Но я думаю, что более важно то, что это нейтральное место. Это нейтральная страна. Это маленькая страна, которая хочет дружить со всеми. Она не связана геополитически ни с одной из больших сверхдержав. И я думаю, что это лучшее место для такой нейтральной платформы, как наша, если мы хотим быть уверены, что сможем защитить конфиденциальность и свободу слова наших пользователей. Так вот, за то время, пока вы здесь, было несколько войн и угроз войны, предвестников войны. Оказывало ли на вас какое-либо давление со стороны правительства УАИ? Честно говоря, оказывало ли на вас какое-либо давление со стороны правительства УАИ? С целью раскрыть Бэкдор в Телеграм, или запретить кого-либо, или внести какие-либо изменения в ваш бизнес? Ноль. Это лучшая часть. За все семь лет, что мы здесь, на нас не оказывалось никакого давления со стороны УАИ в отношении Телеграм. Они были очень благожелательны, очень полезны, и это большой контраст с тем, что мы испытывали раньше. А как насчет того, с чем вы столкнулись с тех пор? С тех пор, как вы переехали сюда за эти семь лет, подвергались ли вы давлению со стороны других правительств, под юрисдикцию которых вы не подпадаете, но вынуждены удовлетворять их требования? Ну, конечно. Ну, Телеграм — это большая платформа. Мы популярны во многих-многих странах. И мы получаем много запросов, требований. Некоторые из них были законными. Если была группа людей, которые пропагандировали насилие, была некоторая террористическая активность, которая, знаете ли, распространяла насилие в некоторых частях мира, публиковала вещи, которые любой порядочный человек не допустил бы или не хотел бы, чтобы они были опубликованы, мы помогали им. В некоторых других случаях, когда мы думали, что это переходит черту, это не соответствует нашим ценностям свободы слова и защиты частной переписки людей, мы игнорировали это. Можете ли вы привести нам пример запроса, который, по вашему мнению, граничил с цензурой и шпионажем, нарушая частную жизнь людей? Что же есть одна, я бы сказал, очень забавная история, связанная с вашей родной страной. После событий 6 января мы получили письмо, по-моему, от конгрессменов-демократов. И они попросили нас поделиться всеми имеющимися у нас данными о том, что они называют этим восстанием. И мы проконсультировались с нашими юристами, и они сказали, что вам лучше проигнорировать это письмо. Но это письмо казалось очень серьезным, и в нем говорилось, что если мы не выполним этот запрос, то нарушим Конституцию США или что-то в этом роде. Так они хотели получить данные о людях, которые проголосовали за другого парня на выборах? Но они хотели получить данные о людях, которые демонстрировали в Вашингтоне или что-то в этом роде. Ты, наверное, прав. Я не эксперт в политике США. Что в этом было забавного, так это то, что прошло ровно два года. Извините, но через две недели после этого письма мы получили еще одно письмо, новое письмо от республиканской стороны Конгресса. И там мы прочитали, что если мы предоставим какие-либо данные в соответствии с предыдущим запросом, мы нарушим Конституцию США. Так что мы получили два письма, в которых говорилось, что что бы мы ни делали, мы нарушим Конституцию США в том или ином смысле. Таково было мое понимание этих писем. От одного и того же законодательного органа? От Конгресса США? Да. Так как же вы реагируете на это? Ну, точно так же, как мы реагируем на большинство таких запросов, мы решили проигнорировать их, потому что это такой сложный вопрос, связанный с внутренней политикой в США. Мы не хотим брать на себя никаких обязательств. Если вы, я в это твердо верю, если вы игнорируете свои проблемы, большинство из них действительно уходит. Это очень верно. Никто этого не говорит, но это правда. Это потрясающе. Предъявляли ли вам когда-нибудь требования, которые вы не могли игнорировать? Ну, это зависит от обстоятельств. Необоснованные требования. Так что я бы сказал, что самое большое давление на Телеграм исходит не от правительств. Оно исходит от Apple и Google. Так что, когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут фактически подвергнуть цензуре все, что вы можете прочитать, получить доступ на своем смартфоне. Так что я имею в виду, рискуете ли вы быть выброшенным из их магазинов? Именно так. Это то, что они совершенно ясно дают понять. Если мы не будем соблюдать их правила, так они это называют, детей могут удалить из магазинов. Ну, это было бы для вас не маленькой проблемой, не так ли? Ну, это не будет маленькой проблемой для нас, потому что очевидно, что большая часть населения мира потеряет доступ к ценному инструменту, который они используют каждый день. Но вы знаете, это также не будет маленькой проблемой для них. Я имею в виду, что они должны, я считаю, что они должны найти какой-то компромисс в таких случаях. Но Apple и Google не очень идут на компромисс, когда дело доходит до их правил. Если они считают, что какой-то контент противоречит их правилам, они позаботятся о том, чтобы все приложения, распространяемые через их магазины, соответствовали этим правилам. Есть ли какие-либо из этих правил, или вы интерпретируете какие-либо из этих правил? Считаете ли вы, что какие-либо из них носят политический характер? Некоторые из них, но дело не в правилах, а в их применении. Сами правила довольно общие, не так ли? Так что там не должно быть насилия, дискриминации, общедоступных материалов о жестоком обращении с детьми. С этим трудно не согласиться. Да. Но затем, когда они начинают применять эти правила, иногда мы не согласны с их интерпретацией и пытаемся вернуться к Apple или Google, где бы это ни было, и говорим. Смотрите, мы думаем, что вы поняли это неправильно. Мы считаем, что на самом деле это законный способ выражения мнения людей. И иногда они действительно соглашаются с нами. Иногда они не соглашаются, и нам все равно приходится удалять какой-то контент, по крайней мере в версиях Телеграм, которые распространяются через их платформы. Так что прямо сейчас по всему миру происходит множество конфликтов, и это может ускориться. Так ожидаете ли вы, что количество требований и интенсивность этих требований, настойчивость этих требований возрастут по мере того, как войны станут более интенсивными? Давайте посмотрим. Я действительно надеюсь, что прошлое осталось позади. Я хочу быть оптимистом. Я думаю, что сейчас мы достигли точки, когда политики и общество знают, чего ожидать от платформ социальных сетей и где проходят красные линии. да, мы также узнали гораздо больше о требованиях, поступающих как от них, так и от Google и Apple. И наши пользователи тоже стали лучше осведомлены о том, что разрешено, а что нет. Так что я не обязательно верю, что все станет еще хуже. Кажется, что красная черта для правительств заключается в том, чтобы позволить организованной оппозиции выступать против их правления. Именно это вы видели в России с Навальным и в ходе украинского кризиса 2014 года. Именно это вы видели от того демократического члена Конгресса после 6 января 2020 года. Определенно. Здесь есть закономерность. Телеграмм использовался протестующими в таких местах, как Гонконг, Беларусь, Казахстан, даже в Барселоне в былые времена. Да. Так что в значительной степени это было инструментом для их позиции. Но на самом деле не имеет значения, является ли это позицией или правящей партией, которые используются в комплексе. Что касается нас, мы применяем правила в равной степени ко всем сторонам. Мы не становимся предвзятыми таким образом. Дело не в том, что мы болеем за оппозицию или за правящую партию. Дело не в том, что нам все равно, но мы считаем, что важно иметь эту платформу, которая нейтральна ко всем голосам. Потому что мы считаем, что конкуренция различных идей может привести к прогрессу и лучшему миру для всех. Это резко контрастирует, скажем, с Фейсбук, который публично заявил, что мы склоняем чашу весов в пользу того или иного движения или той или иной страны. И все это вдали от Запада, и вдали от внимания западных СМИ, но они заявили об этом. Что ты об этом думаешь? Технологические компании выбирают правительство? Ну, я думаю, что это одна из причин, почему мы оказались здесь в УАИ из всех мест, верно? Так что вы не хотите быть геополитически связанными. Вы не хотите выбирать победителей ни в одной из этих политических битв. И именно поэтому вы должны находиться в нейтральном месте. Но я думаю, что у Фейсбук, в частности, есть много причин, помимо того, что он базируется в США, для того, что он делает. Я думаю, что каждое приложение и платформа играют свою собственную роль. И мы считаем, что человечеству действительно нужна нейтральная платформа, такая как Телеграм, которая уважала бы частную жизнь и свободы людей. Возможно, с политической точки зрения кажется, что самое провокационное, что делает Телеграм, это предлагает нечто под названием каналы, которые кажутся своего рода готовыми для организации групп людей. Не могли бы вы объяснить зрителям, которые не знакомы с ними, что такое Телеграм-канал? Да, так вот, Телеграм-канал — это инструмент вещания один ко многим, который позволяет людям быстро распространять любое сообщение среди миллионов людей. Итак, есть канал, люди подписываются на него. Это односторонняя коммуникация, что означает, что канал может использоваться, скажем, президентом или главой государства, а все остальные не смогут отправлять сообщения президенту. Но президент сможет отправлять сообщения всем людям, которые подписаны на его канал. Да. Или ее канал. Так вот, суть здесь в том, что каналы настолько просты в использовании и настолько глубоко интегрированы в пользовательский интерфейс обмена сообщениями, что они стали чрезвычайно популярными. Так что вы получаете это как текст. Именно так. Так что это очень знакомая форма для многих людей, и с тех пор, как мы запустили каналы 8 лет назад. Я считаю, что несколько других приложений, популярных приложений, пошли по нашим стопам и также скопировали эту функцию. Она далеко не такая продвинутая, как у нас, но это показывает, что это действительно высококачественная и востребованная функция, в которой нуждается мир. Я думаю, что это интересно, и вам не нужно отвечать ни на один из этих вопросов, если вы не хотите, если это слишком личное, но вы являетесь владельцем, вы владеете этим. И это очень необычно, на самом деле я никогда не видел, чтобы такой крупный бизнес, как этот, принадлежал одному человеку. Почему ты не взял, и ты мог бы нажиться на частных инвестициях, но ты этого не сделал? Почему ты этого не сделал? Что же, это правда. На данный момент Пилгрим на 100% принадлежит мне, что, как я уже сказал, довольно необычно. Я никогда не слышал об этом раньше. Причина, по которой я старался держаться подальше от денег венчурного капитала, по крайней мере на ранних этапах нашего развития, заключается в том, что мы хотели быть независимыми. Мы знали, что наша миссия и наши цели не обязательно совпадают с целями фондов, которые могли бы инвестировать в население. И, кроме того, для меня это никогда не было связано с деньгами, не так ли? Так что у меня на банковском счете или в биткоинах уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов, и я ничего с ними не делаю. У меня нет никакой недвижимости, самолетов или яхт. Я не думаю, что такой образ жизни подходит мне. Мне нравится сосредоточиться на том, что мы делаем с Телеграм. У тебя ничего нет? Например, больших активов. У тебя ничего нет? Нет больших активов. Именно так. Постров на Гавайях или? Нет. Ни земли, ни недвижимости, ничего. Почему? Потому что для меня мой приоритет номер один в жизни — это моя свобода. И как только ты начнешь покупать вещи, во-первых, это привяжет тебя к определенному физическому местоположению. На мой взгляд, это мое личное мнение. Я ничего не имею против людей, которые покупают недвижимость, но на мой личный взгляд, для меня это было бы именно так. И вторая причина заключается в том, что мне нравится оставаться сосредоточенным на том, что мы делаем в Телеграм. Так что я знаю, что если я куплю дом, куплю самолет или что-то в этом роде, я буду тратить время на то, чтобы сделать его приятным и... Да. Это потребует много времени и усилий. Ты бы выбрал кожаные сидения или велюровые сидения. Именно так. И... Ты даже не собираешься выбирать. Да. Что касается меня, то я бы предпочел принимать решения, которые повлияют на то, как общаются миллиард человек, а не выбирать цвет сидений в доме, который увидят только я, мои родственники и, возможно, несколько моих друзей. Интересно. А ты не стал этого делать, потому что я просто хочу, я просто обязан сказать в третий раз, что я этого раньше не видел. Ты, очевидно, был знаменит в молодости, как основатель компании и предприниматель. И поэтому ты мог бы действительно взять много денег, а ты этого не сделал, потому что не хотел, чтобы тобой управляли. Я просто не видел причин для этого. Ты знаешь, у меня было достаточно денег, чтобы продержаться. Ну, если быть до конца честным, Телеграм действительно берет деньги извне. Мы выпустили облигации три года назад. Таким образом мы привлекли долг, и это было так. А до этого у нас был криптовалютный проект, который также привлек некоторые средства. Так что были случаи, когда мы привлекали внешнее финансирование. Но когда дело доходит до акционерного капитала компании... Да, ты не отказался от владения. Мы не отдали никому право собственности, контроль над голосованием или что-то в этом роде. Потому что мы также верим в эффективность. Я думаю, что то, что я был единственным владельцем, директором и менеджером по продукту в течение длительного периода времени в развитии компании, позволило нам двигаться быстрее. И как ты мог быть единственным менеджером по продукту? Ты все еще единственный менеджер по продукту в компании. Именно так. Я все еще придумываю все, большинство функций. Я все еще работаю напрямую с каждым инженером, каждым дизайнером, который реализует эти функции. Я управляю этой компанией, потому что мне это нравится. Я единственный менеджер по продукту, потому что я думаю, что именно так я могу внести свой вклад. Насколько велик ваш отдел кадров? Ноль. Что же можно сказать, что это из-за меня и из-за того, как мы нанимаем инженеров? Нет, нет, нет. Тебе не нужен большой отдел кадров, как ты думаешь? Ты не страдаешь без него? Мы в некотором смысле децентрализовали это. Мы запустили платформу, на которой проводим конкурсы для инженеров. На самом деле это Contest.com. У нас есть отдельная платформа для этого, и мы выбираем лучших из лучших инженеров, в результате организованных нами конкурсов. Мы проводим их раз в месяц или два. Так что после серии этих соревнований мы выбираем лучших из лучших из лучших, и они затем, возможно, могут присоединиться к нашей команде, в которой всего около 30 инженеров. Так что это действительно компактная команда, суперэффективная. Это как команда морских котиков. И вот так мы работаем. Нам не нужен отдел кадров, чтобы найти суперталантливых инженеров. Почему так не делает никто? Я имею в виду, я смотрю на некоторые из этих технологических компаний, или на знаменитого Илона Маска, когда он появился в Твиттере. Я имею в виду, что там были люди, которые делали что-то, чего он даже не знал, и они сами не знали, что они делают. Там был отдел по поддержанию мира во всем мире и отдел настольного футбола, и почему никто не управляет своим бизнесом так, как вы? Что же это изначально интересный вопрос? Я думаю, что все сводится к вопросу независимости. Я задаю этот вопрос предшественникам Илона. Джек Дорси. И Джек, его предшественник тоже. Что ты сказал? Дик Хастал, я думаю, его звали. И этот Джек, он сказал мне, что если... Я сказал ему, послушай, мы можем управлять этой компанией с 20 людьми. Тебе не нужно так много людей здесь. И ответ был таков, я согласен с вами, но если мы начнем увольнять так много людей, это напугает Уолл-стрит. Они подумают, что с компанией что-то очень не так. И мы не хотим этого делать. И именно поэтому мы собираемся сохранить всех этих сотрудников вокруг. Так что, чтобы поддерживать высокий курс акций, ему пришлось управлять компанией неэффективно. Я имею в виду, это то, что ты говоришь. Если я правильно его понял, но к чести Илона он должен был сделать твиттер частным, прежде чем он смог выполнить всю процедуру авторизации. Вот здесь. Я имею в виду, в том, что ты говоришь, есть что-то вроде глубокого смысла. Я имею в виду, что весь смысл публичной компании или один из ее смыслов заключается в том, чтобы общественность могла участвовать во владении компанией. Но также и для того, чтобы посторонние могли оценить деятельность компании. И поэтому здесь есть прозрачность. Мы знаем, как управляется компания, потому что она принадлежит общественности. И поэтому, по определению, это было бы более эффективно, как вы могли бы подумать, но вы говорите, что это гораздо менее эффективно. Что в конечном итоге вы получаете отдел настольного футбола, когда компания является публичной, но когда она является частной, вы этого не делаете. Я имею в виду, что это своего рода противоположность тому, что вы могли бы подумать, не так ли? Ну, я думаю, что большинство основателей технологических компаний на самом деле согласятся с тем, что управление публичной компанией менее эффективно, чем управление частной компанией. Потому что вам приходится отчитываться перед гораздо большим количеством людей. Здесь задействовано много избыточной бюрократии. Так что, с чисто точки зрения эффективности, я бы сказал, и я думаю, что многие люди согласятся со мной в том, что когда публичная компания является неоптимальной. Однако есть и другие преимущества листинга. И, конечно же, это актуально, когда вы хотите приобрести другие компании. Или? Наличные. Да, у тебя есть доступ к дешевому капиталу. Ты же знаешь, что есть много вещей, которые ты можешь сделать. Но ты не хочешь делать ничего из этого? Ну, в настоящее время определенно нет. Я наслаждаюсь тем, как я управляю своей компанией. Ну, кто знает, что ждет нас в будущем, но на данный момент я думаю, что мы делаем отличную работу с Телеграм. 900 миллионов пользователей, вероятно, перерастут в миллиард активных пользователей в месяц в течение года с этого момента. Я думаю, что мы делаем отличную работу. Зачем нам терять этот импульс прямо сейчас? Могу я просто вернуться к тому, что ты сказал вначале? У тебя нет отдела кадров, у тебя всего 30 инженеров, работающих на тебя. Ты руководишь продуктами, ты владеешь компанией, такая тесная организация. Но как ты привлекаешь новых пользователей, если ты не тратишь деньги на приобретение? Если ты не рекламируешь, если ты не платишь за привлечение людей, как ты это делаешь? Как тебе удается достичь миллиарда бесплатно? Потому что людям нравится наш продукт. Что мы поняли довольно рано, так это то, что люди умны. Людям нравится пользоваться хорошими вещами, и им не нравится пользоваться плохими вещами. Вот почему всякий раз, когда у тебя есть человек, который начал пользоваться Телеграм, и он там уже некоторое время, и он начинает открывать для себя все функции. Всю их скорость, безопасность, производительность, все, что у нас есть, они не хотят возвращаться. И они начинают приглашать своих друзей, рекомендовать их, тебе действительно стоит проверить это приложение, потому что оно намного лучше всего остального. А еще потому, что люди понимают, что какие бы приложения для обмена сообщениями они не использовали прямо сейчас, они отстают на 5-6 лет. Они копируют то, что мы сделали 6 лет назад, и это не очень качественная копия наших функций. Поэтому людям нравится качество. Вот почему они переходят. Им также нравится независимость, им также нравится конфиденциальность, им нравится свобода. Существует множество причин, по которым кто-то может перейти на Телеграм из других приложений. Так вот, одна из вещей, которую мы узнали, когда Илон Маск купил Твиттер, заключается в том, что спецслужбы, не только мы, но и куча других стран, обычные подозреваемые, были повсюду в компании. Я имею в виду, что они были, некоторые из них присутствовали, работая в компании. У них был доступ к прямым сообщениям. Вы можете просто представить, но вы знаете, потому что вы управляете одним из них, но богатство данных, проходящих через него, будет представлять большой интерес для правительств. Это заставляет вас чувствовать себя параноиком из-за того, что вас могут взломать? Я имею в виду, я полагаю, правительства хотели бы знать, что происходит в Телеграм в частном порядке. Ну, на наших плечах определенно лежит большая ответственность, и мы. Я бы не сказал, что мы параноики, но я думаю, что имеет смысл оставаться благоразумными и, знаете ли, не быть слишком доступными, не ездить в странные места. Ты не ездишь в странные места? Я надеюсь, что нет. Например, я езжу в места, где я уверен, что эти места соответствуют тому, что мы делаем в соответствии с нашими ценностями. Я не езжу ни в одну из крупных геополитических держав, таких как Китай, Россия или даже США, так что... Ты не едешь в США? Я стараюсь этого не делать. Я могу поехать, но, как я уже говорил, это привлечет слишком много внимания. Да, потому что в какой-то момент, если вы запускаете что-то подобное, вы становитесь игроком в мировой политике. Я имею в виду, хотите вы этого или нет, не так ли? Мы определенно не хотим быть игроком. Мы хотим быть нейтральной платформой, которая является беспристрастной и не принимает ничью сторону. Но ты, наверное, прав. Нам отведена определенная роль. Ну, не принимать ничью сторону, это единственное, что тебе не позволено делать, не так ли? Я имею в виду, разве от тебя не требуется занять чью-то сторону в современном мире? Я думаю, что это большая проблема, потому что я думаю, что такое отношение может привести к тому, что наш мир станет более опасным местом. Потому что, в конце концов, мы все должны попытаться понять друг друга и попытаться сблизиться друг с другом с точки зрения ознакомления с позициями других людей, даже несмотря на то, что они кардинально отличаются от наших собственных позиций. И именно так мы приходим к какому-то компромиссу и двигаемся вперед. Если мы будем строго разделены и от каждого потребуется занять чью-то сторону, я думаю, мы не сможем этого сделать, потому что мы находимся на этой платформе, которую люди должны использовать для сотрудничества и поиска точек соприкосновения и, надеюсь, для продвижения вперед. Если мы потеряем это, мы можем оказаться в гораздо более опасном положении. Как часто вы пересекаетесь с Агентством национальной безопасности, Анп? И я спрашиваю это как человек, чьи тексты были прочитаны ими. Так что я знаю, что они очень активны в этом мире. Каков был ваш опыт? Ну, я думаю, что Анп это не то агентство, которое работает с вами напрямую, не так ли? Я приезжаю сюда. Ты такой дипломатичный. Мне это нравится. Анп это не то агентство, которое работает с вами напрямую. Нет, это правда. Это правда. Так что мои знания о моих взаимодействиях с Анп очень ограничены. Да. Я мог прочитать что-то в газетах о том, что мой телефон был взломан Pegasus или что-то в этом роде. Я понятия не имею, правда это или нет. Но это единственный источник информации, который у меня может быть о том, что я лично представляю интерес для какого-либо из секретных агентств. Но ты должен думать, что несмотря на то, что ты не давал интервью в течение семи лет, это широко известно людям, которые интересуются тем, кто ты есть в своей роли в этом. Я имею в виду, ты должен думать, что ты находишься под сумасшедшим наблюдением, не так ли? Это, наверное, правда. Ты знаешь, это может показаться забавным, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которые я использую, взломаны. Потому что ты все равно будешь использовать айфон или телефон на андроид. И после того, что я испытал в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США с точки зрения безопасности. Да, с точки зрения конфиденциальности. Именно так. Да, потому что во многих странах, в том числе в нашей, в Америке, шпионаж описывается как цитата «безопасность». Ты смотришь на это с другой точки зрения. Ты предполагаешь, что безопасность — это конфиденциальность и мое право не подвергаться слежке, но крупные правительства описывают слежку за тобой как безопасность. Спасибо тебе за это исправление. Итак, последний вопрос. Поскольку ты занимался этим с тех пор, как учился в колледже, и ты был в центре этого, где ты видишь, куда это идет. И под этим я подразумеваю свободный обмен, частный обмен информацией между суверенными индивидами, человеческими существами, нерабами. Когда я был ребенком, это было возможно. Это становится все труднее. Движемся ли мы к миру, в котором вообще не будет личного общения? Или вы думаете, что конфиденциальность сохранится, несмотря на искусственный интеллект, или просто значительное увеличение вычислительной мощности? Ну, это зависит от степени конфиденциальности. Когда вы говорите, что конфиденциальность сохранится, имеем ли мы в виду, что сейчас у нас есть абсолютная конфиденциальность? Я не думаю, что это так. И я думаю, что мир становится все менее благоприятным, а правительства все менее терпимыми к конфиденциальности. И это явно тенденция, потому что у них больше технологической мощи. Но победят ли они? Я думаю, будет ли когда-нибудь способ сохранить конфиденциальность? Есть ли для этого место? Я верю в это. Я оптимист. Я думаю, что новые безопасные устройства аппаратной связи будут созданы точно так же, как сейчас у нас есть аппаратные кошельки для хранения вашей криптовалюты. Да, может быть у нас будут устройства безопасной связи, знаете ли, для отправки сообщений или совершения голосовых звонков. Это возможно. Я действительно верю, что мир развивается циклично, и если сегодня все идет в одном направлении, это не значит, что завтра все пойдет в том же направлении. Я также чувствую, что в какой-то момент людям надоест то, что они испытывают сегодня, и они решат двигаться в каком-то другом направлении. Так что я видел это после ковид, например. Во время ковид у вас было много ограничений. Также на платформах социальных сетей. На большинстве платформ социальных сетей вам не разрешалось выражать сомнения в отношении карантинов, вакцин или масок. И в какой-то момент я почувствовал, что настроение изменилось. Люди начали чувствовать себя очень, очень уставшими и иногда злыми из-за того, что им не разрешалось выражать свое мнение. Особенно после окончания пандемии, многие люди стали еще более скептически относиться к ограничениям в своих свободах, которые они испытывали во время пандемии. Какова была ваша позиция как владельца бизнеса во время ковид? На вас должно быть оказывали давление, чтобы вы подвергали цензуре мнение о карантинах, вакцинах, масках. Как вы на это отреагировали? Так что наша позиция довольно проста. Мы нейтральная платформа. Мы помогали правительствам распространять информацию о карантинах, масках и несчастных случаях. У нас были десятки правительств, которым мы действительно помогали распространять информацию. Но мы также не хотели ограничивать голоса, которые были критически настроены по отношению ко всем этим мерам. Мы думали, что имеет смысл, чтобы эти противоположные точки зрения столкнулись, и, надеюсь, вы знаете, увидели, как из этих дебатов выйдет какая-то истина. И, конечно же, за это нас критиковали. Но, оглядываясь назад, я думаю, что это была правильная стратегия. Так что вы позволяли людям высказывать сомнения в отношении так называемой науки на протяжении всего этого опыта? Именно так. Во время пандемии мы, я думаю, были одной из немногих или, может быть, единственной крупной платформой социальных сетей, которая не удаляла аккаунты, которые были скептически настроены по отношению к некоторым из этих мер. Так почему же ты не знаменитый, к тебе не относятся как к герою в Соединенных Штатах? Разве не должен быть устроен парад в твою честь? Если ты единственная платформа социальных сетей, которая не уничтожает то, что оказалось правдой или в какой-то степени правдой, то, безусловно, более правдивый, чем все остальные. Рекомендации Центра контроля заболеваний. Я имею в виду, почему, почему ты не был признан Человеком Года по версии Таймс? Почему на пятицентовой монете нет твоего лица? Я не эксперт в политике США. Но, честно говоря, у вас сейчас есть Твиттер или Икс, которые, похоже, становятся все более и более про свободу слова и... Я думаю, что так оно и есть. Это отличное развитие событий, и возвращаясь к нашему предыдущему обсуждению о том, как все это развивается циклами, похоже, что все начинает меняться. Но в некотором смысле покупка Илоном Маском Твиттера как бы положила конец вашей монополии, но вы все еще приветствуете это с радостью. Вы по-прежнему выступаете за это. Определенно. Нам нравится тот факт, что Илон Маск купил Твиттер. Мы думали, что это было отличное развитие событий по ряду причин. Первая причина — это просто инновации. Вы могли видеть, как Икс делает, пробует много разных вещей. Некоторые из них окажутся ошибками, некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации. Это то, чего у нас не было за пределами Телеграм и нескольких других компаний в этой отрасли в течение последних десяти лет. То, что вы видели от крупных игроков, они скорее копировали проверенные модели, функции, которые запустили такие приложения, как Телеграм, и просто масштабировали их на большую аудиторию. И эти функции были бы бледными отражениями того, что мы построили. Но именно так работают эти компании и до сих пор работают. То, что пытается сделать Эксис, соответствует тому, что мы строим. Инновации, пробовать разные вещи, пытаться дать власть создателям, пытаться запустить экономику экосистемы. Все это захватывающие вещи. И я думаю, что нам нужно больше таких компаний. Я не знаю, хорошо ли это для человечества, что Илон Маск тратит так много времени на Твиттер, делая его лучше, но это определенно хорошо для индустрии социальных сетей. Когда ты видишь парней, которые управляют этими другими компаниями, ты их знаешь? И ты когда-нибудь говорил о свободе слова? Я имею в виду, что если ты бежишь, тебе не обязательно отвечать, конечно, если ты не хочешь, но, например, если тебе нравится Марк Цукерберг. Да, мы встречались с Марком более десяти лет назад. Я все еще руководил ВК и рассказал им. Я рассказал Марку и его коллегам о нашей платформе приложений. Мы запустили платформу приложений, я думаю, это было в 2009 году в ВК. Они были очень заинтересованы. Это была интересная встреча. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, о чем я им рассказал. Это было забавно. Я помню, как он спросил меня, не планируем ли мы начать что-то в глобальном масштабе, на глобальном уровне, например, пойти на международную экспансию. Я сказал нет. И я спросил его, не собирается ли он попытаться захватить большую часть моего внутреннего рынка, где я работал. И он сказал нет. И в итоге мы оба сделали именно это примерно через две или три недели. Я думаю, что мне не следует заниматься бизнесом с Марком Цукербергом. Без комментариев. Павел Дроп, большое тебе спасибо. Это отличный разговор. Я ценю это, и мы болеем за тебя. Спасибо, что пригласил меня. Конечно. Конечно.